Пришли на работу, а работать и нечем. Строители, которые проводят капитальный ремонт дома на Новопесчаной улице, не обнаружили утром инструментов и сразу вызвали полицию. Ущерб немаленький, более 100 тысяч рублей. Вскоре сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые. Ими оказались неработающие уроженцы ближнего зарубежья. В рамках оперативных мероприятий полицейские Северного округа установили причастность задержанных еще к одному преступлению. Из строительной бытовки на улице Сальвадора Альенде они похитили ноутбук и сетевое оборудование. Этот молодой человек в Москву прилетел недавно. На родине зарабатывал частным извозом, но посчитал, что на стройке в столице сможет получать больше. Уверяет, к преступлениям он не причастен, а в компании своих земляков оказался случайно. Этот мужчина тоже отрицает вину. Поспешил вызвать адвоката, который с его слов все быстро порешает. Без юриста задержанный общался неохотно. Третий задержанный был за рулем этой машины. В том числе и благодаря ей злоумышленников и удалось задержать. Иномарку в обоих случаях очевидцы видели недалеко от места преступления. В автомобиле стражи порядка обнаружили главные доказательства вины задержанных похищенные строительные инструменты, ноутбук и сетевое оборудование. Полицейские возбудили сразу два уголовных дела по статьям кража и грабеж. Суд арестовал подозреваемых на время следствия. При этом стражи порядка полагают, что злоумышленники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. Сейчас эту информацию проверяют. Дмитрий Бачков, Константин Сысоев, Петровка, 38.